Всем привет! Вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий и мы продолжаем играть в Trader Life Simulator. Всем спасибо за подписки, за комментарии, за лайки. Я вас всех очень люблю, мои дорогие друзья. Мне очень приятно читать комментарии от вас, мне очень приятно видеть, что вы на меня подписываетесь, лайкаете. И, собственно говоря, я буду рад, если вы будете продолжать этим заниматься. Так, в предыдущей серии мы что сделали? Мы купили аж целых две приблуды для повышения нашего дохода, так скажем, пассивного. И я запускал игру два раза сейчас, потому что у меня почему-то не цеплялось и... Для записи не цеплялось, то есть хотел сказать. И получилось так, что я заспавнился дома с коробкой апельсинов. Давайте посмотрим, есть ли у меня в магазине, в моем апельсины. Если есть, то это хорошо. Ладно, есть апельсины. Я не знаю, каким образом они оказались у меня дома, в доме, то есть оказались в руках, не знаю как. Но дело не в этом. Давайте соберем прибыль. 29 долларов целых. И исполняя, так скажем, во-первых, обещания про комментарии. В комментарии будут в конце видео, соответственно, как и обещалось мной ранее. Мало комментариев хороших. Всего я выбрал мало. Перемотай до конца видео, а лучше досмотри до конца видео и прочитай. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что пойдем поедим. Опять же, исходя из комментариев, я понял, что не всем нравится звук. Я просто как бы к нему уже привык, и я его не слышу уже. Я привык к этому звуку, он ручит и урчит. Людям стыдно пить чай с бутербродами, когда у владельца магазина супермаркета урчит в животе. Это очень хороший комментарий, на самом деле, был. И есть, и будет. Так. Сказали, кстати, да. Клади, говорит, коробки. Просто коробки клади и на коробку ставь товар, чтобы знать, что в этой коробке находится. Давайте мы этим и займемся, и посмотрим, чего у нас есть, а чего у нас нет. То есть, как бы... Вот чипсы, вот чипсы. Мы будем ставить на все коробки, даже на похожие. Это что такое? Это кукуруза, что ли? Да, это кукуруза, и мы ее вот развернем, чтобы мы понимали, что это такое. Горох. Горох, томатная паста. Томатная паста красненькая, горох у нас зелененький. Пшеничное печенье поставим вот сюда. То есть, сразу становится ясно, что у нас есть, чего у нас нет. Минус 50 долларов по банковскому счету на зарплату работнику ушло, и это как бы ничего страшного. И да, я... Ой-ой-ой-ой, а с молоком так не прокатит. Молоко-то так не получится сделать. Это же, блин, молоко, оно же протухнет. Да, сказали для тотальной экономии, мол, нужно не платить зарплату, не платить за электричество, якобы в холодильнике ни хрена не испортится. Но, как только нам отключат электричество, я подойду к продуктам, посмотрю... Ой, что такое? Посмотрю, что же там написано. То есть, там написано, нужен необходим холодильник. И если там будет написано, что товар в холодильнике, я думаю, да, условие будет соблюдено. И, как бы, ничего плохого... Ой, извини. И ничего плохого с этим товаром не случится. Чипсы R и рис. Смотри, на самом деле, куча товаров у нас есть в наличии. Нам нужно купить, получается, что? Нам нужно купить оливок, нам нужно купить баклажанов, нам нужно купить варенье, чтобы лежало у нас всё это дело в магазине на складе. То есть, в больших количествах. Йогурт у нас заканчивается, заканчиваются вафли, заканчиваются морепродукты, пицца и... Чё-то я не понимаю, куда-то пицца-то быстро улетела. Возможно, она улетела в момент, когда я... Когда я куковал и ждал, пока купится что-то из вот этого авто... Из этих вот автоматов. Собираем прибыль и уже целых 185 за утро. Это нифига себе, это много. А прошло-то всего-навсего 10 часов. Ой, 10 часов, блин, 2 часа. 10 часов это времени сейчас. На 193 доллара он продал. И ни одной продажи с наших автоматов. Но в этом нет никакой проблемы, потому что... Потому что автоматы приносить прибыль в любом случае будут, станут и у них нет вариантов. Так, давай не будем пока оплачивать зарплату нашему рабочему, потому что мы будем всё-таки пытаться экономить. Мне кажется, он устроит нам бунт и ничего хорошего из этого не выйдет. Он просто перестанет нам что-либо продавать. У нас что-либо продавать. Смотрим, где у нас апельсин. Апельсины у нас лежат. Апельсины лежат. Чипсы R нужно сюда притащить. С колой вместе. Хватит мне написывать. Колу. Колу пойдём и отнесём. Колу пойдём и отнесём. И чипсы R, соответственно. Но, как бы, да, кстати, вот это вот, то, что тут остаётся всё на, 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 вот в воздухе висеть, очень удобно. То есть я могу просто подойти вот так, поставить коробочку и пойти дальше. Да, это отлично. Удобно, удобно. То есть места забронированы под эти продукты. Так хватит здесь появляться. Ты мешаешь мне раскладывать товар. Хотя нет, ты лучше появляйся, потому что мне больше некому будет его продавать, если ты не будешь появляться здесь. Да что такое? Вот, что я хотел ещё вам сказать. Хотел вам сказать ещё раз огромное спасибо всё-таки за то, что вы на меня подписываетесь. И я буду рад снимать для вас видео. Я, в принципе, для себя, как бы, снимаю в основной этой части, понимаете. Мне нравится это делать. И если бы вы, ну, если вы, точнее, такую бурную реакцию будете и под другими моими видео проявлять, то видео будут выходить так же часто и по всем играм, которые вы только желаете вообще. То есть мне как бы без разницы, что я на самом деле записывать, потому что игры в целом нравятся мне все. Выживалка вышла. Вот у меня вчера буквально бризыч. Перейдите, посмотрите. Если понравится, пиши в комментариях обязательно, чтобы я, ну, чтобы я, мол, проходил, не проходил. И вообще, чё, как тебе понравилось или не понравилось. Соответственно, вот это слово мне паразитом уже стало. Я очень часто его использую. Почему нет денег, если только что продал на 10 долларов? Что это такое за безобразие? 402 доллара у нас есть денюшек. На 402 доллара мы в целом-то, наверное, не закупимся особо. Ну, давай подождем, пока накопится, накопится, хотя бы 600, 600 накопится. И тогда мы отправимся к джаберу. Но! А, я же заправился, да, точно, я же заправился. У меня теперь полный баг, 95%, это очень много. Где у нас... А, блин, я вот по привычке подхожу и ищу рис. Возьмем рис, пойдем расставим на полке рис. Чтобы он у нас внезапно не закончился. Ну, что ж такое-то? Что за безобразие? Неровно стоит. Это нужно лицевой частью класть, ставить, чтобы люди видели, что покупают. Я вот не люблю в магазине, когда стоит что-то неровное. Это прям вот издевательство. Надо мной, над моей психикой и над всем с этим связанной. Ну, что ж такое-то? Ну, казалось бы, да, вот-вот ровно уже стоит и ничего не касается. Ну, почему же ты не ставишься? Ладно, пусть так вот стоит, хоть и криво, но ладно. Зато лицом. И лицом вот сюда мы нас ставим. Лицом вот сюда вот две пачки мы сейчас поставим. Вот так вот поставим. Вот так вот. Ну, поставь. Да что ж ты будешь делать, не на ту кнопочку нажал? Ладно. Была не была. Пусть здесь стоит. Пять штучек у нас в коробке риса осталось. Это достаточно. Ещё шестая, вот она стоит. Так, а где газировка? А, газировка-то кончилась. Ну, пойдём тогда. Нет, не пойдём. Эх ты ж, твою налево. Сейчас поставим, подожди. Вот так вот сделаем. Ровненько, чтобы было. Оп, оп, оп. Угу. Сколько у нас прибыли? Прибыли у нас ещё 81 доллар. Я считаю, что 600 долларов нужно дождаться, и тогда уже идти покупать что-то у Джаббера. Ввиду того, что вот я сейчас вот кое-что сделаю, хоп, чтобы ты вообще прям почти не заметил, хотя нихрена не поменялось, как была тень от моего микрофона, так и осталось. Чё-то я хотел сказать, а чё забыл. Вот так поворот. 41 доллар. Это что-то на 19 долларов купили, погоди. Что, мясо? Мясо у меня покупают? А, вон откуда прибыль такая огромная. Мясо много покупают. Вендинг машин, торговый автомат. Продал что-то. Эспрессо-машина. Кофе-машина. Газета. То есть, элементарно, сверху нам только что накидали денег в вагон просто. Ты представляешь? 19, 15, 5. Только соковыжималка не поработала. И не поработал держатель для вот этих, как его... А, вот. Для сэндвичей. То есть, блин, много денег приносит нам всё-таки этот пассивный доход. И как бы кто-то там что-то не говорил, что это невыгодно и пустая трата денег. Пустая трата денег, как кто-то верно подметил, это покупка столиков. Покупка столиков это трата денег и не более того. То есть, глупо покупать столы, когда у тебя нет ни черта денег, понимаешь или нет? Давай сразу запишем, чего у нас не хватает. Кстати, вот она моя тетрадочка и я буду в неё записывать сейчас всё, чего у нас нет. Давай морепродукты тогда купим, да? Морепродукты, вафли и колбасу. Это 100%, потому что, ну, это без этого жить нельзя. Море. Колбаса. Колбаса. Чё там ещё были? Вафли, да? И йогурт. Так. Ё... Почему ё... Да ты не так пишешь-то, ну? Что ты за человек такой? Написать нормально не можешь. Так, мясо у нас осталось. Колбасу я не написал. А, написал. Так, смотрим. А, внутри холодильника. Можно свет не выключать. Точнее, свет не оплачивать. Ничего не испортится. 150, 50 в день. Блин, ну вот я даже не знаю. Мне как-то некомфортно в таком здании находиться. Нет, у нас будет человеческий магазин, как бы в котором... В котором... А чё в котором? Я сейчас 150 отдам просто-напросто. Не 150, а 200 я отдам. Потому что... Потому что кто-то просто взял и в минуса загнал наш банковский счёт. Смотри. Поедем сейчас, значит, к нашему джаберу. Купим у него средства для чистки туалетов. Не нужно, наверное. Очищающий спрей у нас есть. Так. Подож... А это что такое? Это умягчитель у нас. Чипсы, бананы, яблоки вроде есть. Кофе есть. Макарошек купим давай. Макарошек. Макароны. И... Блин, ну тогда нам будут писать вот это вот. А если ещё и голодать, тогда же вообще трындец. Нам будут закидывать просто этими смс-ками. Нам просто будет невыносимо играть. Шоколад купим, яйца купим. Яйца. И получается всё, наверное. Соус ещё нам нужен. Соус, варенье, баклажаны. Таких длинных списков я ещё не писал. Что можно ещё купить? Чипсы есть вроде бы как бы... А, газировка куп... Я закрывал? Не помню, закрывал я это или нет. Газировки-то у нас больше нет. Значит, газировку нам нужно купить. Так, чипсы есть. Чипсы R заканчиваются. Осталось 5 штучек всего-навсего. Оплачивайте счета за электричество. Обязательно заплатим, как только будут деньги, дружище. Вот ты не обессудь, но тратить 150-200 долларов просто так сейчас бессмыслиться. Купим 2 соуса, 2 варенья, наверное. Сейчас денег посмотрим, насколько хватит. И тогда будем разбираться уже, сколько чего покупать. Купим 2 соусом. Таки вот. А пока я ехал, мне написали, что у меня нет отбеливателя S. И я его сейчас куплю. Потому что он мне нужен. Да что ж такое-то. Я не привык так быстро перемещаться в этой игре. Потому что сколько дней я голодал. Две серии, по-моему, я голодал, если не ошибаюсь. Это ужас, как долго. Два часа практически. Вы слушали урчание с живота нашего главного героя. Баклажаны. Давай, баклажаны взяли. Так, давай сразу вот так вот наставим всего этого. Так, баклажан взял. Варенье, варенье, варенье. Ой, бобов у меня нет тоже. Надо взять бобы. Так, варенье взял. Соус, соус. Мне нужен соус. Он где-то вот здесь, да, стоит. Купим соус. Соус тоже есть. Яйца, шоколад, макароны. Макароны. Макароны, яйца, шоколад. Где он? Шоколад-то, шоколад. Вот он, шоколад. Яйца, шоколад, макароны. Йогурт, вафли, колбаса. Йогурт. Вафли. Колбаса. Йогурт, вафли, колбаса. Морепродукты. Морепродукты у нас где? Вот они, где-то здесь. Подожди. А, вот они. Смотри-ка, денег хватило прям вообще хорошо. Но наш продаван напродавал вагон всего, чего только можно. К экзировке у меня здесь кола-то была или нет? Погоди, я уже забыл, купил я или нет. Нет, не купил. Купим аж целых две и чипсы Air купим тоже, чтобы были. Потому что они пользуются спросом. Да, кстати, про логику игры. Знаешь, на самом деле я очень даже, можно так сказать, рад тому, что здесь не нужно покупать большую машину, чтобы перевозить кучу продуктов. Потому что в самом начале игры тебе требуется перевозить огромное количество продуктов. И, ну как сказать, если бы я правильно начал играть, если бы я правильно играть начал, а не занимался бы хернёй первые две серии, если у меня память не изменяет, это было именно две серии, а не три. И не одна. То есть, по-моему, это было две серии. И я как бы помню, что... Что я помню? Я помню, что... Я просто, по сути, ни к чему не приближался. Мне там написали, что я якобы читы использовал, и поэтому я неинтересно стал смотреть. Дружище, нет, читов никаких я не использовал. Ты же сам написал в комментариях, что можно спокойно к холодильнику прийти на шестой-седьмой день. На шестой-седьмой день. А вообще можно на первый самый прийти к холодильнику, только в толку от него никакого не будет. Просто берёшь ссуду на тысячу долларов, покупаешь холодильник за 750, если я не ошибаюсь, он именно столько стоит. И покупаешь в него молока. То есть, ну, вот тебе и всё. Вот-вот на вся... Первый же самый день можешь купить этот сраный холодильник. Он просто нафиг мне был не нужен. А когда я играл без, так сказать, без записи, я проиграл. И два часа я играл, сидел. Два часа я куковал. Продавал, покупал, покупал, продавал. Никаких таких серьёзных изменений у меня не происходило в игре. Я просто сидел и торговал. Или... Ай, блин! Поставим сюда. Опять я взял на F, хотя не собирался этого делать. И... И... И всё. Поехали. Смотрите, сколько коробок. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Шесть, четыре, восемь. Четыре, четырнадцать получается. И ещё один этот. Пятнадцать коробок мы купили. Пятнадцать! Ты представляешь, нам нужно было бы целый КАМАЗ купить, чтобы перевозить столько продуктов. Я не понимаю, почему разработчик вот этот вот склад закрыл. Как-то странно всё это. Вендинг машин принёс. Двадцать пять долларов. Так, до встречи в магазине. Так вот. Встретились мы с вами в магазине. На триста семь долларов, но продавал наш продавец. Так, мы будем использовать тележку всё-таки. Потому что тележка это... Это не просто так придумано было. А именно для того, чтобы мы ставили на неё товары. И товары мы ставили ровно на неё. Это всё-таки лечится, возможно. А возможно и не лечится. Я буду ставить всё так, как выглядит ровно. А возможно и не будет всегда ровно выглядеть. Потому что меня иногда выбешивает. И я не хочу... Я бросаю всё это, плюю и получается вот так вот примерно. Хоп! Хоп! Первое вроде ровно, а дальше всё как получится. Вот. Ну смотри. Продажи-то растут, продажи растут. Нам нужна тысяча всего-навсего. Всего-навсего тысяча. Блин, я буду ей такие ерундой заниматься. Короче, ты тележкой сраный. Всего шесть коробок. Можно просто вот сюда понапихать. Можно чуть-чуть подъехать. Вот так вот подъехать. Вылезти из машины. И стоять уже напротив двери. Просто расставлять вон туда товары. В целом, знаешь, игра интересная на первых порах. Примерно вот сейчас до пятнадцатой... Сколько я сейчас серия-то? Сейчас тринадцатая, да, наверное? Или четырнадцатая уже. Тринадцатая. Вроде тринадцатая. И примерно до двадцатой... Ой, до двадцатой что-то я загнул. До пятнадцатой серии, я думаю, будет еще как-никак интересно. Но... Прям вот честно... Друзья, где колбаса? Стоять! Колбаса где? Я не понял, колбасу... Колбаса с соусом с одним. Куда делась? И как мне быть? Ой, господи, я просрал колбасу, представляешь? А, колбаса дорогая, блин. Я... Нет, самое. Пойдем пешком туда. Нет. Да. Нет. Да, блин. Да что же ты будешь делать? Поехали, кексов купим. Я не считал, сколько денег я прокатываю, но... С учетом того, что я купил колбасу и купил... Куплю сейчас кексов, я думаю, я все равно не останусь в огромном проигрыше. Вот. Еще я заметил, что я сейчас ору, наверное, из-за того, что... Настройки... Почему здесь кексов не нажимается, когда я еду в машине? Вообще ничего не нажимается. Настройки. Давай настройки зайдем. Чутка... Че, языка нету, что ли? Ты серьезно? Ой, какого языка? Че я сейчас сказал? Музыки нету, что ли, с громкостью звука? Капец просто. Она очень громко играет, эта музыка, точнее звук. И давит мне на уши. Я сам себя не слышу. И ты понимаешь, я забываю, что я говорю даже. Потому что я не слышу себя. Кошмар, просто кошмар. Че-то мне кажется, она гораздо тише была. Когда я играл вчера элементарно. Элементарно вчера играл, и было тише. Я думаю, что придется, наверное, к хренам собачьим выкручивать громкость. Да, вот на колбасах моя лежит. То я вот твою-то налево. Ну, разработчики, ну что это такое? Как так может получаться-то? Я понимаю, они просто висят иногда, но... Джаббер, расскажи мне что-нибудь. Можно у тебя... Космос. Можно у тебя что-нибудь забрать? Арбуз бы я купил, у меня денег не хватает. Представишь, на арбуз денег нет. А мы за вафлями пришли. За кексами. За вафлями мы не пришли, мы за кексами пришли. Кекс поставим. Ну и давай купим еще пиццу с овощами. Ее же вроде покупают, покупают. Почему бы ее тогда не купить? Бургеры все хотят очень сильно, но я бургер не хочу покупать. А вот ведро для мороженого... Блин, ведро для мороженого тоже дорогое. Подожди, ну оно же все равно продастся, правильно? Правильно, продастся. Значит, давай купим и все. И дело с концом. У меня очень сильно болит горло. Мне кажется, через серию я просто буду хрипеть. Я сколько бы воды не пил, оно все равно болит. Неимоверно, просто не представляешь. Я много очень стал разговаривать. Для начала я стал очень много записывать. А не раз в неделю. Не раз в две недели, не раз в месяц. На постоянной основе я записываю уже целых... Много, короче. Я уже 150 лет записываю на постоянной основе. Разговариваю, 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 разговариваю. Горло просто отваливается. Прям вообще, как будто кошки разодрали. Возможно, из-за того, что я громко разговариваю. Но на самом деле, мне кажется, что я разговариваю не так громко, как мог бы разговаривать. Да затормози ты, что ж ты делаешь-то. Вот. А еще я не вижу ничего. Что, мне свет отключили, что ли? Так, на F не нажимаем. Нажимаем на левую кнопку мыши. И хочу оплатить счет. Ну, его в сраку. Видишь, ничего не видно. Вот. Просто элементарно некомфортно. Блин, экономия, это, конечно, здорово. Но экономить на еде гораздо менее, так сказать, заметно. Я, например, прислушался уже к этим звукам, которые издает наш желудок. И они меня перестали уже раздражать. В самом начале, конечно же, они меня напрягали. Напрягали несусветно просто. Но в скором времени они просто-напросто перестали замечаться мной и сошли на нет. 150 долларов мы скидываем на карточку, чтобы они там лежали. Фонарь, конечно, здесь очень крайне полезен. И он почти светит. Давай оплатим счет за электричество. Сохраним игру и пойдем дальше. Мне написали, что все-таки вторая касса будет гораздо полезнее, чем этот газетный киоск. Ой, газетный этот. Для очков, короче, солнцезащитных. Я, конечно, немного согласен с тобой. Да, спору нет, спору нет. Может быть, он будет немного выгоднее, чем этот стенд. Но стенд этот будет приносить так называемую прибыль. И не будет просить зарплаты. Он просто будет стоять и окупаться. В то время, как продавец будет хотеть зарплату. Ты понимаешь, что зарплату он будет требовать в размере 50 долларов. А это не несусветная для меня трата. 50 долларов в день. Я же, блин, даже не жру, чтобы их сэкономить. А ты говоришь, что продавца второго найми. Да, будет два раза прибыль больше. Что такое-то? Ой. Ой, аж дышать нечем. Прибыль будет в два раза больше. Но так траты на продукты будут в два раза больше. Ну, в целом, затраты будут на продукты, которые я их и продам в итоге. Но подожди. 2500 я не готов пока что потратить. Хотя бы потому, что у меня их нет. Я могу накопить полторашку. Это 100% быстро. Быстро могу накопить полторы тысячи. Это, как мы заметили, не так долго происходит. Потому что сейчас наш магазин мало простаивает. И он почти всё своё время работает. Наш магазин приносит прибыль. Он что-то продаёт. Понимаешь? И получается... Да поставь ты, сука, собака такая. Ну, что ж ты будешь делать? Я буду нажимать на... Да, на эту... Чего? А, всё. Показалось. Три штучки у нас остаётся. И мы поставим их, мать его, за ногу туда, куда их не стоило бы ставить. Знаешь, сейчас хитрый ход будет. Самый, сука, наихитрейший. Где-нибудь видел такие ходы крутые? Нет? Я тоже не видел. По-моему, я самый первый, кто это придумал сделать. Угу. Самый первый он придумал тоже. Смотрим. Чё нам нужно сделать? Нам нужно разгрузить коробки сегодня за ночь. Ух ты, ёлки-палки. Тут ещё целых шесть. Сколько я же накупил-то, бля? Кучу просто коробок накупил. Чё это было? Это была пицца с овощами. Пиццу с овощами это... Нужно. Йогурты. Угу. Морепродукты сразу вон туда. Давай мы рассортируем, как всегда рассортировываем, чтобы... Чтобы, чтобы не терять. Вафли тоже. Они как бы в заморозке должны лежать, поэтому отнесём туда. Яйца, макароны, чипсы, эр, бобы, макарон, варенье, отбеливатель. Кола, соус, баклажан, йогурт, который не должен стоять в... В холодильнике, но стоит. И, в принципе, всё. Чипсы R. Давай поставим вот сюда. И чипсы R. R, R чипсы. Где ещё одни R чипсы? Я же их покупал два. У меня памяти вообще нет, если честно. И я... Поэтому... Сильно меня не пинаете, потому что я вот... Честно, я не запоминаю. У меня вообще сейчас не соображает башка своя. Своя моя. Короче, не соображает голова. Вот. Итак. Горол просто уже очень сильно болит. И я хочу... Хочу разложить товар. Если ты не будешь против, я помолчу немножечко. ГОВОРО una. ТОМ vielleicht. А? Продолжение следует... Так, смотри, значит, я поставлю вот сюда чипсики и возьму вот эту коробку и отнесу её вот сюда. Я буду говорить немножечко потише, я думаю, будет меня слышно и... Ну просто горло реально уже заболел, что-то оно как-то прям побаливает и неприятно так, прям, ну что-то прям не так. Скорее всего, это не из-за того, что я заболел, а из-за того, что я всё-таки говорю слишком много. И слишком громко, и слишком быстро, и моё горло к такому не привыкло. Вот. Что ещё хочу... Автосейв какой-то прошёл, а кто тебя просил-то? Время 3 часа ночи. Мы не спим ночами, выкладываем товар. Товар выкладываем, чтобы наши дорогие покупатели смогли прийти, купить свежие колбасы. Ну, может быть, свежие. Джаббер, конечно, не гарантирует, но, по-моему, свежие. Ну, положи себе. Вот. И... Чтобы все были довольны. Я знаю, я занимаюсь очень интересными делами, и очень это интересно делаю, поэтому тебе, наверное, очень нравится наблюдать за этим действием. Но я ничего не могу поделать. Блин, оно всё криво лежит, всё криво ложится. Ну, вот что это такое? Ну, вот кто придумал так делать? Ладно, будет вот здесь колбаса валяться, короче, всё. Колбаса будет лежать вот на прилавке вот так. Почти как колбасный холодильник, но... Но не колбасный холодильник. Попросили купить торт. Да, торт я бы купил, но у меня столько денег, понимаешь, нет. Тут... Так, денег тут тоже нет, я же их собрал, чтобы оплатить свет. 58 долларов у нас есть сейчас плюсом. Это сумма, которую мы сможем, как это сказать, отложить. Ну, грубо говоря, отложить на покупку следующей вот этой приблоды в виде держателя для солнцезащитных очков, или как она там называется. Дисплей солнцезащитных очков. Посмотрим заодно, как он выглядит, и посмотрим, где он будет стоять, как он будет стоять, и сколько он будет приносить. Хотя мне это написали в комментариях, я забыл уже, сколько. 25 что ли, долларов написали. Ну, по-моему, да. Но написать это... Написать можно что угодно, а вот надо проверить. А, и мы проверим, конечно же. Как четко все выверено. Ты смотри, какая красота. Ты просто смотри, какая красота. Здесь просто, чтобы идеально, совсем ровно раскладывать, нужно очень много времени. А у нас всего, как мы знаем, не особо много. И серии выходят плюс-минус по 45-50 минут. Следовательно, чтобы вот этой вот хернёй не заниматься... Точнее, чтобы этой хернёй не заниматься, нужно кучу свободного времени. Вот, чтобы ровно раскладывать. И ладно, по ней дальше так стояли. Так они, блин, не будут же так стоять, правильно? Они же будут продаваться, они будут исчезать. И ещё мало того, что исчезать, они ещё и середины будут исчезать. А это вообще вне всякой... Вне всякого принятия и прощения. Потому что столько времени тратить на то, чтобы расставить, а потом херак и просто игра решает, что нужно взять именно с середины, это неприятно очень. Очень неприятно. Ладно, что мы об этом разговариваем, если мы всё равно этим занимаемся? Макарошек мы сейчас наставим. На складе у нас их опять же не останется, потому что мы сейчас всё выставим на стол. На стол сейчас всё выставим. Будет счастье покупателям. Тем более, с учётом того, что магазин открывается буквально через час. Сейчас, возможно, ещё и меньше, потому что время-то показывается только в часах, а не в минутах. Кстати, хотелось бы, чтобы показывалось ещё и в минутах, потому что, ну, хоть как-то понимать, когда, чё, к чему и почему. Хотя я примерно понимаю, что минуты — это час. Но всё равно... Всё равно как-то, как-то знаешь, типа не очень понятно. Лучше бы они шли, там, эти секунды, точнее, минуты, и шли бы. Никто бы на это, наверное, не пожаловался. Давай соус выкладывать. Самое нудное в этой игре — это выкладывание. Выкладывание, выкладывание, выкладывание. Это прям реальная рутина. Такая, знаешь, она прям... Беспощадная просто. Она просто реально беспощадная. Это просто мы сидим вот так вот на картах в магазине в 6 утра и расставляем кетчупы. Это... Вне всякого понимания просто. Ой, да что ж ты будешь делать? Почему ты встаёшь-то, когда я подхожу к этому... Ааа, он на банку залезает, дурил ты картонная. Ну зачем ты так делаешь-то? Вот. Угу. Бобы, бобы, бобов давай разложим, чтобы бобов продавали. Опа, автосейф прошёл в 7 утра. Кстати, написали про то, что якобы деньги пропадают из кассы. Да ничего подобного. Деньги не пропадают из кассы, пока ты не уснёшь. Возможно, если ты уходишь из магазина, засыпаешь и возвращаешься, да, а то, может быть, деньги пропадут. По типу, как возвращается на место вот эта вот стремянка, вот эта тележка и закрывается магазин. Ой, ты в коробке застрял. Дружище, вылезай из коробки. Баклажаны. Ой. Я не нажимал. Оно само. Честное слово тебе говорю, я правда не нажимал. Пойдём, поставим баклажаны. Консервы вот эти поставим вот сюда. А, бобов поставим вон туда, бобы. Бобов тоже нет, кстати. Да, у нас всего мало, и поэтому нам нужно, наверное, будет сейчас... Не сейчас, а когда-нибудь в следующей, может быть, серии затариваться повторно всякими вот этими вот... И не повторно, а по две, по три коробки, там, по пять коробок, по десять коробок. Ну, чтоб, короче, было у нас в запасе всё это. Чё же мы, как хер поймёшь, кто торгуем-то? У нас нет ничего в запасе. Корм для животных продан. Вафли, 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 вафли у нас есть ещё. Но мы их всё равно купили. Знаешь, для чего? Для того, чтобы было про запас. Ну, кладись-то ровно. Ой, ёлки зелёные. Мне кажется, половина моих зрителей меня ненавидит уже за то, что я вот это пытаюсь ровно расставить. Ну, блин, я же не могу, у меня душа будет болеть, если я поставлю криво. Хотя вот это криво стоит, но всё равно, относительно-то, немножечко хоть ровно. А если я буду бросать как попало, то я не знаю. Мне прям спаться... Ну, и спаться. Как правильно сказать-то? Спать я буду, короче, очень плохо. Вот. Мне будет сниться вот эта криво поставленная пачка яиц, и я буду очень сильно переживать. Молочу, буду просыпаться в холодном поту и думать... И мечтать включить компьютер, чтобы, мать его, поменять местами яйца и поровнее их положить. Смотри, 186 долларов. Я думаю, что сегодня мы как раз-таки затарим... Не затаримся, а продадим товары настолько, насколько 21 доллар приносит сэндвичная подставка. И сегодня я говорю, что нам хватит денег с сегодняшних продаж на покупку солнцезащитного вот этого стенда, экрана. Морепродукты... Морепродукты у нас есть ещё. Пиццы с овощами у нас нет. И на неё могут начать жаловаться. А нам этого не нужно. Кто-то написал про пиццу с ананасами. Ну, блин, это, конечно, на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Поэтому... Кому-то нравится, кому-то нет, знаешь. Как бы вопрос, какой? Это же не претензия какая-то, правильно? Это же всё-таки просто суждение. То есть я там про что говорил? Про... А, про вот эту пиццу. То, что она такая, какая-то не такая. То, что она из... Кстати... А, чё это такое? Это... Это же колбаса, мать его, за ногу. Это же... Какая-то овощная пицца. Это же колбаса. Ну, заставь-ка, колбаса. Ну, смотри, подожди. Давай поставим вот так. Или это помидоры? Это помидоры. Всё, вопросов нет. Извини. Извини, создатель игры. Я чуть-чуть на тебя не наехал. Казалось бы, ты так был близок. И вот... Опять. Такс, такс, такс. Давайте поставим вот это вот сюда. Эть. Вот. Ну, блин, это не серьёзно. Уже всего 89, а ты уже голодаешь. Дорогие мои друзья, извините. Я не буду сейчас покупать есть. Потому что это вообще ни в какие рамки. Он столько денег сейчас сожрёт, что это маму не горюй. 65 долларов. Ты говоришь... Это, конечно, немного. Это может быть немного. Но в перспективе, в перспективе, чтобы просто не слушать этот, как его называют, вот этот вот рык, рык не слушать, нужно есть каждые полтора дня. Каждые полтора дня. По 65. То есть, ну, это в день где-то 40 долларов отдавать. Я их лучше куплю, вон, на эти деньги, вон, не знаю, колбасы, ну, колбасы не куплю, конечно, вот. Чё я могу купить на 45 долларов? Блин, молока там 55, да, оно стоит, или сколько там? Мытьё для рук, порошок стиральный. То есть, я могу много чё-то купить. А тут я, получается, куплю просто какую-то хероту, да и всё. Пожрать куплю. Он не сдохнет же, правильно, правильно. Тебе нужно в ванную. Ёпт, вы налево. Вот в ванную надо сходить, конечно. В ванную, да, в ванной, это дело нужно. Только у грязного у меня ничего покупать не станут. Ну, или станут, но не очень сильно, типа. Я, кстати, так и не понял, в чём проблема не мыться. Ёлки-палки, морковный джем. Это кто ж такое ест? Вообще, в сладком виде морковка, я не знаю, как можно её есть. Единственный вариант сладкой морковки, это тёртая морковка. И вот я такую люблю. Как бы, я не знаю, ели вы такую или нет, но я думаю, что ели кто... Ой, кто-то из вас наверняка ел. Это очень вкусно, правда. Ну, не то, чтобы прям очень вкусно, но это не противно, по крайней мере. Но морковный сок, морковные вот эти вот джемы, это же вообще кошмар. Что такое-то? Это получается сладкое что-то из моркови. Не знаю, не знаю даже, как сказать-то. Как сказать, как сказать. Ну, что сказать, ну, что сказать. Устроенные так люди. Ну, попрыгни ты нормально, ну. Да. Ух ты, рак-то, ёб твою мать. Ну, зачем ты так делаешь? Мяско купили? Мяско, кстати, нужно будет купить. Мяско расходится только так, и прибыль приносит неимоверную. То есть, как бы она изначально стоит, да, немало денег. Но, всё-таки, денег оно приносит всё равно достаточно много. Вафель мы не будем ставить, так, как сказать правильно, на коробку. Потому что они должны быть в холодильнике, а в холодильнике они могут быть только вот тут. Вот. Чё я хотел сказать ещё? Даже не знаю, даже не знаю, чё я хотел ещё сказать. Морепродукты, йогурты. Йогурты давай расставим, пока есть время на это всё. У нас же есть на это время, правильно? Правильно. Да что, почему ты так стук, блядь? Зачем ты крутишь-то? Он почему-то изначально развернул разок, и я не понял, почему. Вот, зачем? Зачем он стоит? Относительно чего он сохраняет пропорции? Относительно мира или относительно меня? По-моему, относительно мира всё-таки, потому что... Потому что... Потому что я так придумал, вот и всё. Не нужно у меня обоснований чего-либо просить, потому что я это просто придумываю. Вот. Ну вот, что такое? Походили полчасика с сытым желудком, не урчали. Теперь потерпим немножко, потому что... Денюшка, она, знаешь, на дороге не валяется, и... Как это сказать правильно будет? Не лишнее, не лишнее. Вот. 65 долларов отдать просто так. На-на-на. Это трата несоизмеримая с потерями. Просто, знаешь, ты представляешь, 65 долларов отдать. 65. Такие деньжищ. Пойдём бросим морепродукты вот сюда. На вафли. Они пропахнут морепродуктами, и... Их никто не будет покупать. Пойдём посмотрим, приполи сколько. И тогда уже будем решать. 574 доллара. Но в целом, ты знаешь, мы никуда ничего не потратим эти деньги, как бы, и... Соответственно... Я вот думаю... Думаю, думаю, что думаю? Думаю... Пожрать мы всё-таки купили, потому что... Потому что мы можем купить себе пожрать. Но голод, опять же, как ты слышишь, присутствует. А знаешь, почему? Я тоже не знаю. Он до сих пор продолжает урчать. Только что нам, по-моему, около 40 долларов, или даже ровно 40, принесли наши надворные постройки, так называемые. Урчит в животе, ты слышишь? Урчит в животе, хотя... Посмотри на голод. Я только что купил пожрать. Специально, чтобы он не это... Не урчал. Специально для тебя, чтобы у тебя психика, блин, здоровая оставалась. И для тебя, чтобы ты могла спокойно есть чай с бутербродами. Нет, пить чай с бутербродами. Соответственно, без... Без угрызений совести. Так, надо в туалет сходить. Угу. И в ванную. И будет всё хорошо. Ну, что такое-то? Осталось всего ничего, накопить 700... Ой, 700... Осталось накопить... Ай-яй-яй-яй. Осталось накопить немножечко денег. Осталось накопить всего 250 долларов. 250 долларов это совсем мало. Угу. Учитывая, что 250 долларов можно накопить достаточно быстро. Да что ж такое-то? Что-то глаза чешутся так сильно. Аллергия, видать, на что-то. Ну, а что может быть аллергия? На компьютер разве только. У меня же здесь нет ничего больше. Ээээ... Давай посмотрим, сколько прибыли. И мы, наверное, купим в нули, если... Ой. Выключу фары. Ты что ездишь с фарами? Останавливаешься. Точнее, с фарами и не выключаешь их. Несправедливо. Неправильно. Так. Так, 134 доллара нам остается накопить. И что мы будем делать? Правильно. Правильно, ждать. Ждать мы будем, потому что... Смотри, какая классная штука. Вот просто, смотри, сколько всего. А вот это здесь... Почему здесь два стола? Здесь я понимаю. Здесь стоит. Это, 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 это. Четыре штуки. Пятый торговый автомат. Здесь всего сколько вариантов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нам осталось купить только дисплей солнцезащитных очков. Почему там столько вариантов? Ой, еще два стола? Я не понимаю. Может быть, он вот тут вот такой огромный будет стоять? За 1100 долларов, наверное, можно поставить на два стола. Потому что, ну, почему бы нет? Нет шоколадного молока. Вот беда-то, блядь. На что у нас сегодня жаловались? Ничего себе. А, это жаловались нет бургеров, нет шоколадного молока. Пиццу с овощами пожаловались когда-то давным-давно. Ну, отбеливатель у нас тоже уже есть. И арбуз, арбуз, бургер и большое молоко, большой отбеливатель. Единственное, чего у нас нет, потому что, потому что, потому что, потому что это, во-первых, дорого стоит, а, во-вторых, это, во-вторых, это дорого стоит. 919 долларов у нас сейчас. Свет нам отключат только через день, точнее, через серию. А, следовательно, мы сейчас в этой серии покупаем в нули стенд с очками. Стенд с очками купим. Посмотрим, как он выглядит. Посмотрим, что он из себя представляет. И на этом закончим, соответственно, потому что, как бы, здесь больше делать-то и нечего будет. А дальше, и дальше я, скорее всего, скорее всего, следующая серия выйдет немножечко с запозданием. С каким-нибудь, ну, с запозданием не в плане того, что на час, на два. Потому что так-то я стараюсь выкладывать ровно в час по МСК. И, как бы, как бы, если есть серия, то она выйдет в час по МСК, в 13.00, если быть точным. И просто я к тому, что если я вдруг не успею, а я могу не успеть, я просто хочу немножечко поиграть здесь без видео, без записи. Накопить какую-то сумму денег определенную, там, на около двух хотя бы тысяч. И тогда уже начинать запись, чтобы с вами вместе нанять второго кассира. И чтобы было, ну, бы вы смотрели на это все дело. А то, получается, если я куплю себя, то, ну, без видео, то некрасиво получится. Ну вот, давайте мы соберем прибыль. Купим дисплей солнцезащитных очков. Ох, господи, блядь, это вот это, что ли? А там столы зачем тогда? Че мне туда овощи раскладывать, как мне правильно написали? Давай попробуем туда, правда, овощи положить. Овощи, блядь, апельсин взял, это овощи. Да, смотри-ка, правда овощи здесь. Блядь, овощи. Фрукты можно раскладывать. А вон туда можно положить? А че бы нет? Логично обосраться просто, да? Будем раскладывать их везде. Я не ожидал, конечно, такого от этой игры. Вот че-че, а вот такого я точно не ожидал. Это прям вообще какой-то издеватель. За тысячу долларов вот эту вот писюльку поставить, это, блин, ума особо многого не нужно-то. Тай, давай лаптоп поставим теперь на нормальное место, чтобы он не пересекался с этой писюленцей. Сохранимся, сохранимся и... Вот так вот встанем, чтобы у нас была картина маслом просто. Картина маслом. Писюлька за тысячу долларов. И на этом я хочу с вами попрощаться. Всем спасибо за то, что вы посмотрели это видео до этого момента. Если вы посмотрели до этого момента, то вам огромнейшее просто спасибо. Поставь лайк, подпишись на канал, поделись видео с друзьями, прокомментируй. И до встречи в новых сериях, в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok